Как не имея трудовой книжки и стажа найти подработку, подскажут в Центре занятости. Больше ста старшеклассников получили возможность провести лето с пользой и заработать на карманные расходы. Какие вакансии предложили юным соискателям работы, знает Елена Леонтьева. Программа летней занятости несовершеннолетних стартовала в 2004-м. Дети и подростки возрастом от 14 до 18 лет работают по 4 часа в день. Всего в этом году летом в Бендерах удалось трудоустроить 103 школьника. Хотя желающих было гораздо больше. Преимущество отдавали детям и социально незащищенных семей. Программа трудоустройства несовершеннолетних в летний период работает с 2004 года. Ежегодно мы трудоустраиваем от 60 до 120 подростков на рабочие места, которые предоставляют предприятия. Финансирование программы идет за счет средств Единого государственного фонда социального страхования. То есть затраты никакие предприятия не несет, ни учреждения, ни предприятия. У Владимира это первый опыт официальной работы. После 9 класса продолжит учебу в школе. Ну а летом решил поработать. Тем более, что труд оплачивается. О такой возможности узнал в соцсетях, в городской службе занятости. Все разъяснили и помогли собрать необходимые документы. Работу предложили при школе. Это общественно-хозяйственные работы. Помощь школе и помощь себе в дальнейшем. Со специалистами было общаться нетрудно. Документы – это паспорт, так как 16 лет, и заявление, чтобы расписались родители. Друзья Владимира тоже будут работать этим летом. Почему бы и нет, говорят ребята. Занять себя полезным делом, помочь школе, библиотеке или музею. И заработать карманные деньги. Такие перспективы бендерским школьникам по нраву. Ребята работают в историко-кровеческом музее, культурно-досуговом центре «Шелковик» во всех библиотеках города и самых активных школах – 15 и 18. Ребята у нас на базе 15-й школы работают по благоустройству территории в основном. Если надо помыть окна, где-то прибраться, этим тоже они занимаются. От них очень большая помощь у нас. Они вот сегодня у нас почистили площадку, прибрались, по тротуарной плитке прошлись, выковырили всю траву, собрали после урагана ветки сухие, и так в основном каждый день клумбы, полив, прошёвка, прополка – вот это всё входит в их территорию. Для желающих совместить физический и интеллектуальный труд открыла свои двери библиотека. Это хорошая возможность узнать работу изнутри, обновить формуляры, помочь оформить выставку и даже поучаствовать в общегородском деле. Работы хватит на всех. Мне с детства нравилось читать. Я очень любила библиотеку, ходила сюда раньше. И мы когда с мамой искали, чем у меня заняться летом, мы узнали про то, что берут в библиотеку детей и решили попробовать. Я помогаю сотрудникам библиотеки набирать в электронном виде текст из журнала «Литературное Петнестровье» для будущего сборника 30-летней трагедии «Бендер». Десятиклассники Дмитрий и Максим – будущие айтишники. Общие интересы привели их в библиотеку. Ребятами здесь очень довольны. Доверяют им выполнять целые проекты. В данный момент мы делаем видеоролик. Он будет показываться. В основном его выложат в одноклассниках. Его будут показывать уже младшим классом. Тут небольшая такая викторина. Вопрос-ответ будет идти. Маленьким детям это интересно. Нам разрабатывают текст, говорят, какие картинки вставить. И уже на фоне этого мы добавляем музыку. Все это объединяем в программе для монтажа. По отзывам юных работников, они готовы помочь городу и в озеленительных работах. Высаживать цветы, ухаживать за кумбами, в парках и скверах, чтобы поддерживать славу Бендер, как самого чистого и зеленого города Приднестровья. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.